Мы наконец заканчиваем разбирать события и переходим уже непосредственно к показателям в аналитике. Я уделил так много внимания событиям, потому что, во-первых, это ново, раньше аналитика не предоставляла возможности так точно настраивать события, а во-вторых, потому что это фундамент, на котором вы строите все последующие отчеты. Дальше все пойдет гораздо быстрее. Но все-таки задержусь на событиях еще на минутку, чтобы закрепить все, что мы знаем. Ну и клик по кнопке все-таки важная тема. Прошло 24 часа. В событиях у нас появилось все, что мы добавили, включая собственные события. И у нас тут есть галочка отметить как конверсии. И теперь в конверсиях появляется наше событие и здесь и, собственно, в основной аналитике со всеми входящими и исходящими. Ну, появится через 24 часа. Я бы сказал, что конверсии — это избранное для событий. Ведь, по сути, это событие и есть. Человек что-то сделал — произошло событие. Просто это событие для вас особо ценно, и вы добавляете его в избранное, то есть конверсии. Достаточно ценным часто является клик по кнопке. Давайте его настроим. Заходим в DebugView и идем смотреть, что происходит, когда нажимаем на кнопку. На кнопке, особенно на главной, обычно висит самое важное. Вот у нас клик, и давайте смотреть, какие параметры нам могут пригодиться. На самом деле несколько. Самый безотказный — это Link URL, куда ведет кнопка. Можно добавить еще Page Location отдельным параметром, если вы хотите отследить переходы с конкретной страницы. И еще класс — это из CSS. Обычно тоже уникальный идентификатор. Давайте возьмем URL, но в целом понятно, да? Нам нужно что-то уникальное про эту кнопку, что выделит ее в числе других ссылок на странице. Взяли параметр, взяли значение, можем добавить условия. Я говорил, если нужно отследить переходы, например, только с главной, можно добавить сюда Page Location, но нам достаточно клика. Все. Проверяем. Перешли. Посмотрели. Да. Тут зафиксировано два события — просто клик и клик на Telegram. Но это про одно действие, имейте это в виду. И переходим наконец к показателям. Большую часть времени мы провели в панели администратора, поскольку интерфейс аналитики предельно упростили, и кажется, что рассказывать тут не про что. Все понятно, никаких подводных течений. Ну и аналитика — это все-таки про анализ поведения пользователей. Про события и конверсии выдвигаете гипотезу — проверяйте гипотезу. А просто посмотреть показатели — ну, курс для этого не нужен. Зайдите на главную — посмотрите показатели. Но и про посмотреть показатели на самом деле есть что рассказать. Фильтры, сегменты, представления аудитории — всю эту гору настроек из Universal Analytics предельно упростили. Все это теперь настраивается здесь, кроме аудиторий. Которые остались и находятся они, как и раньше, в панели администратора. А вот здесь всегда включен по меньшей мере один фильтр. Про фильтры чуть позже, но уже понятно, что здесь вы можете выбрать, по какому показателю фильтровать данные. Тут их очень много, но по умолчанию стоит название аудитории. Сейчас вы смотрите всех пользователей. Можно выбрать другую аудиторию. Тут их две. Где они находятся и откуда взялись. Как и все важное, находятся они в панели администратора. А аудитории — а вот они. Это две предустановленные. По-моему, Analytics может предустанавливать разные аудитории в зависимости от тематики сайта. Можно посмотреть показатели, purchases, покупатели — это те, кто что-то купили. У нас таких нет. А это все пользователи. Ну и вы можете создать свою аудиторию. Тут есть несколько шаблонов, то есть предустановленных аудиторий. И самый сообразительный, наверное, уже догадались, что это просто фильтрация пользователей на глобальном уровне по событию или событиям. В данном случае юзер-энгейджмент — вовлеченность. Он пишет, что у нас за 30 дней 7 пользователей, на которых сработало это событие. Проверим? Да. Юзер-энгейджмент — 102 события, которые совершили 7 пользователей. Я говорил, что события — это фундамент, на котором вы строите все последующие отчеты. Но вот аудитория — это сегмент посетителей вашего сайта, в котором вы комбинируете ваши события с данными, которые собирает Google. Например, мужчины в возрасте до 45 лет, которые нажали на кнопку «Подписаться на главный», перейдя со страницы «О нас». На самом деле наличие события — необязательное условие. Могут быть просто мужчины, но все-таки чаще всего ценность для вас составляет аудитория, которая совершила какое-то действие. О том, как создавать аудитории, мы поговорим в следующем видео.